Здравствуйте! У нас сегодня 13 мая. Ай, не важно. Я уже дням числом потеряла счет. В общем, я хочу показать. Вот у меня наконец-то розочки уже начали распускаться. Вот так вот у меня. Там розочка одна. Плохо видно. Вот эта красота так и продолжает свисти. Вся моя красота. Эти ромашки будут маргаритки. Они будут все лето свисти. И вот эти цветы. Листья у них похожи на кактус. Я еще докупила сюда. Вчера купила, посадила. И вот это мои, которые вот они так расцвели. Красота. А это я вчера купила. Это гвоздики. Ну, такой новый вид гвоздик. Красота. 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 Вот так. Хожу, любуюсь, каждый день. Что у меня нового. Ну, то, что я, значит, уже была на трех интервью. Везде мне сказали, что я подхожу и что мне позвонят. Не знаю, не звонят пока. Но еще у меня самое, что случилось. В один отель меня попросили на пробу. Ну, то есть посмотреть, что я знаю. Я там один день отработала. Не знаю, что будет. Вот, сижу теперь, жду. Богу молюсь каждый день. Надеюсь. И вот сегодня у меня в планах еще сходить. Мне тут сказали еще три отеля. Там надо. Русские требуют. Ну, в общем, все, конечно, тормозят. Потому что все еще нет русских. Все еще отели полупустые. И они пока еще тормозят с набором персонала. То есть их персонал, который постоянно работает. Который на контракте фиха. Они, конечно, уже все давно работают. Но они еще добирают дополнительно на сезон. Ну, вот на шесть месяцев. До ноября, с мая до ноября. Вот. Они дополнительно где-то до 20 мая обычно они набирают. Ну, вот я, конечно, надеюсь очень. Надеюсь. Самое, что приятное мне было, что я на пробе практически не волновалась. Я как-то, как встала, как будто, ну, как будто снова вот, когда я на практике была, там, в Мункадире Шак. Я опять встала, ну, только то, что, как бы там отличие было, что, ну, в Мункадире Шак были карточки такие пластиковые, в общем, и их, ну, как бы не раскладывать надо было по номерам, а просто в ящик складывать, когда человек съезжает. Вот, а тут, то есть они туда-сюда ходят, ключи сдают, ну, как вот обычно в отелях. Ну, вот я очень быстро разобралась. Потом надо было делать магнитные карточки для сауны, бассейна. Ну, это я уже умела, потому что я ключи делаю. Это тоже как магнитные карты. Это тут то же самое, только для сауны. Ну, тоже с номером абитациона, вот, с номером комнаты. И самое вообще, что приятное, что я понимаю людей. Вот даже, даже вот они как-то что-то болтают, но я даже не могу понять, как это, ну, в принципе, как бы по жестам даже можно понять, что они, например, или свой, ну, паспорт, паспорт на всех языках, паспорт, когда они просят паспорт. Ну, в общем, ну, я такие выполняла пока, конечно, действия очень не такие простые. Но вот даже если они мне не позвонят, все равно это плюс. То есть я уже просто уверена, что когда я приду работать в отель, то есть хоть какая-то там система другая, то я уже, в принципе, вот, ну, быстро в нее вальюсь. И то же самое, как вот с интервью. Вот помню в прошлом году первое интервью, у меня так тяжело шли. А сейчас я просто сажусь и спокойно о себе рассказываю, спокойно. Я вот когда на интервью была вот в этот отель, я с этим директором, когда разговаривала, я совершенно спокойно с ним разговаривала. Я ему сказала, ну, я все свои плюсы сказала ему, что почему ему надо меня взять. Он даже заулыбался. Он настолько это, ну, не ожидал, видимо, что человек будет так это, ну, активно себя рекламировать. Может, ну, не знаю. Надеюсь, конечно, что... Надеюсь, я уверена. А кого как не меня взять? Меня надо взять. Тем более у меня такой энтузиазм, у меня такое желание работать. Я думаю, ну, как бы этот менеджер по персоналу должен это видеть, когда человек заинтересован в работе и когда он просто там пришел лишь бы прийти. Ну, вот так вот. Вот можно уже давно ведь в бассейн идти, и все вот ведь я... Ну, правда, мне некогда было все это время. Некогда я все бегала, бегала. Две интервью у меня были в магазинах. Я там тоже очень себя расхвалила. Тоже сказали, что, вероятно, позвонят. Ну, не знаю. Вот так такой отчет у меня немножко о том, что я делаю. Ну, еще, конечно, я тут нашла сериал на французском языке Елены. Ребята, кто помнит, раньше смотрели. Я как делаю? И он еще мне то, что нравится, он с субтитрами. То есть внизу французские субтитры. Я просто вот, ну, смотрю и останавливаю, читаю. Смотрю, останавливаю, читаю. Если там какие-то уж совсем слова непонятные, то я что-то в гугл залажу, прямо вот эту фразу пишу. Быстро-быстро так продвигается у меня. Я уже вот тут седьмую серию смотрю, и я практически уже вообще в гугл не лажу. Уже так здорово. Вот кто хочет выучить иностранный язык? Ну, первое-то, конечно, надо все равно грамматику немножко, потому что надо же как бы читать, узнать, прочитать, что в прошедшем, что в будущем, что в настоящем. Ну, то, естественно, надо знать, и, конечно, какой-то все равно набор надо таких простых самых этих слов знать. А потом уже вот, когда это выучишь, уже вот, я говорю, надо брать фильм на этом языке, и обязательно с субтитрами, и обязательно в интернете. Ну, чтобы вот можно было останавливать. И, в общем, здорово, здорово, быстро у меня продвигается очень. Ни один язык у меня так быстро не продвигался. Вот так, ну. Сегодня у нас замечательная погода. Люди уже купаются в море. Но я еще не такой отважный спортсмен. Скоро у нас должны пройти соревнования по триатлону. Где-то они у нас в конце мая проходят. Ну, кому интересно, сниму. У меня, правда, есть уже эти видео. Больно-то никто не смотрит. Но, может, нынче поинтереснее получится. Ну, ладно, до свидания. Еще раз напоследок покажу мои цветы. Еще пожалуюсь на Васю. Вася у меня были гладиолусы. Они начали всходить. И Вася их благополучно съел. Все, и гладиолусы съел. Вернее, он пообкусал верхушки. И все. Вот такой у меня Вася злодей. Скажи, мама травку не приносит. Так я скажу так. Все цветы тогда сожру. Тут все уже заросло травой. В смысле, листьями. И уже плохо видно. Вот. Тут у меня фиалки распустились. Вот все, что осталось у меня от гладиолусов. То, что я смогла спасти. Вот какие фиалки. Красота, как распустились. Бархатные прям такие. Ну, ладно. Думаю, пока на этом все. Пока ничего нового больше не случилось. Не произошло. Желаю всем хорошего дня. Всех. Ну, по-моему, наверное, выходные уже кончились в России. Думаю, что весна уже тоже настала. Здорово, красиво все. Приезжайте к нам в Испанию. У нас тут такая красота. Все цветет. Все пахнет, благоухает. Красота. Ну, ладно. До свидания. Пока-пока. 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 Пока-пока.